А все потому, что Головкин жесточайший панчер. Грубый размен в ближайшие три раунда. Если у него не получится попасть, задеть, то серьезный, увесистый удар попадет по цели, мало не покажется. Так в развалочку идет первый раунд, но угроза чувствуется. Практически без шага противника. Что над ним нависает? Ну вот вам доказательства. Левый крюк в голову встанет, как по сценарию. Да, не удалось добить. Повезло Сливенсу. Но, надо сказать, что и Головкин как-то не торопится. Не хочет форсировать события Головкина. Раскрыть противника, который сам ничего не делает, это очень сложно. На активные действия против Головкина. Компте. Таким боксерам, как Головкин, этот стиль совершенно не выгоден. А, Стивенсу. Видите, Головкин просто бросает. Ай-яй-яй. Вот как же так? Как же можно так небрежно? Головкин. Действует. Головкин слишком рано, наверное, почувствовал себя хозяином в ринге. Мало того, что Стивенс не какая-то суперзвезда, он еще далеко и не панч. Панч. Ну вот. Немножко смелел. Да, похоже, что ненадолго. Класс совсем другой. Конец раунда. Стой в центре ринга. Не жмись канатом. Это очень плохое место для тебя. Не дает ему поменять темп. Это все от Геннадия зависит. Какого темпа будет бой. Потерял веру в свою победу Кертис Стивенс. Складывается впечатление, что мало того, что бой идет по сценарию Головкина. Надеялся, что он об этом много говорил в интервью. Уже повышенная скорость. И по защите. По туловищу, по локтям. Принимает совершенно односторонний характер. Ну, это уже просто расстрел какой-то. Он потерял уже ориентировку, по-моему. Разгром. Все. Конец восьмого раунда. И конец боя. Угол претендента, его секунданты, отказываются от продолжения боя, говорит Майкл Баффер, в результате чего Геннадий Головкин сохраняет титул чемпиона мира. Все еще непобежденный.